Приветствую вас на канале StarLifeTV. В этом видео я расскажу о символике иллюминатов и намеках на грядущие события в последних клипах Александра Ревы. Экс-участник команды КВН, утомленный солнцем Александр Рева, начал свою певческую карьеру в 2011 году. Свои песни он исполняет под псевдонимом Артур Пирожков. Первые клипы артиста, такие как Челентано, были вполне безобидными. Однако с каждым годом в творчестве Ревы появлялось все больше символики. Последние же его клипы и вовсе напрямую говорят о связи с иллюминатами. Кроме того, в них явно прослеживаются намеки на апокалипсис, которые в последнее время стали настоящим мейнстримом среди звезд. Рассмотрим два последних клипа Артура Пирожкова, которые являются наиболее символичными. Начнем с песни «Гимн Земли», которая якобы посвящена проблемам экологии и борьбе за светлое будущее нашей планеты. Текст песни содержит ненормативную лексику, поэтому мы не будем цитировать такие моменты. Смысл же ее заключается в том, что нашей планете будет лучше без людей. Перед началом клипа показывается, что действие происходит в 2033 году. Рева поет о том, что все люди исчезли, а природа Земли вернула свою первозданность. При этом нам показывают кадры нетронутой природы, бескрайние поля, леса, диких животных и другие красочные пейзажи. Пирожков на фоне всего этого поет. Вместо людей лебеда. Лебедой поросли города, безмятежно пасутся стада, люди ушли навсегда. Таким образом мы понимаем, что уже несколько лет назад произошла некая трагедия, которая уничтожила все человечество. Сам же Рева представлен в клипе в образе кентавра. Согласно древним легендам, кентавр это полубог-получеловек. То есть своим образом Артур Пирожков дает понять, что он ставит себя, а значит и других артистов и известных личностей выше простых людей. А также искренне считает, что его жизнь будет сохранена. Кентавр якобы вписывается в природу, в отличие от человека. В клипе «Гимн Земли» мы наглядно видим, как иллюминаты продвигают свои планы против человечества, прикрываясь якобы гуманистическими идеями сохранения природы. Если бы это было действительно так, создатели клипа показали бы нам человека, живущего в гармонии с природой. Мы же видим опустевший мир, в котором людей не осталось. В самом конце клипа мы видим своеобразное предупреждение. Люди, берегите меня! И себя тоже берегите! После чего, слышим ржание лошади на заднем фоне. Таким образом, это выглядит как насмешка от кентавра Александра Ревы. Радует, что в комментариях к этому клипу люди активно выступают против такого сценария, а значит, понимают посыл этой песни и клипа. Последний клип Артура Пирожкова на песню «Тудым-сюдым» вышел в так называемую зеркальную дату 20 ноября 2020 года. Новая песня является саундтреком к третьей части фильма «Бабушка легкого поведения», которая выйдет на экраны в следующем году. С первого взгляда кажется, что это всего лишь шуточный клип, не имеющий скрытого подтекста. По сюжету короткометражного музыкального кино, как называет видео сам артист, он играет роль портье. Парень должен помочь с багажом важной гости, звезде советской сцены Луизе, которая имеет репутацию властной женщины и любительницы молодых красавцев. Не желающий иметь отношения с женщиной, портье сбегает из ее номера. Весь клип Луиза гоняется за свои пассии, и лишь в конце он сдается. Теперь посмотрим внимательно на все происходящее в клипе. Действие происходит в роскошном советском отеле с одноименным названием. Мы видим разговор четырех портье, которые обсуждают важную гостью, в красках описывая ее состояние. Из контекста понятно, что каждый из них был бы не против стать ее любовником. Сам же Рева представлен в образе неудачника, над которым подшучивают коллеги. Он даже не знает, кто такая Луиза, которую все так ждут. И тут к отелю подъезжает дорогая по тем временам машина, из которой появляется гостья. Параллельно с сюжетной линией показываются и кадры, на которых Пирожков в роскошных апартаментах исполняет песню. На первых же кадрах певец демонстрирует символ всевидящего ока, поочередно подмигивая то одним, то другим глазом. Луиза, о которой грезят все молодые портье, представлена как женщина в красном, то есть так называемая красная королева. Играет ее сам Рева. Женщина проходит мимо всех портье и выбирает именно Пирожкова, который спрятался за тумбу. Затем дама следует на ресепшн, где ей выдают ключи от номера, несмотря на табличку с надписью «Мест нет». Она берет их двумя пальцами, делая таким образом жест трех шестерок. Рева берет чемоданы гостей и несет в ее номер. По пути коллеги ставят ему подножку и смеются над ним. Когда он заносит сумки в номер певицы, она запирает дверь на ключ, а затем протягивает портье однодолларовую купюру. Именно ту, на которой имеется изображение главного символа иллюминатов, разделенной пирамиды со всевидящим оком. Тут же Луиза накидывает на него свою шубку, символично обещая ему таким образом деньги. Луиза якобы хочет сделать Пирожкова своим любовником. Она кидает его на кровать и начинает танцевать перед ним. При этом дама делает странные движения, сложив руки в молитву. На деле же все это означает, что Рева получает предложение присоединиться к обществу иллюминатов. Также в клипе символично показано, что подобные предложения очень часто получают обиженные жизнью люди, которым нечего терять. Среди мировых знаменитостей очень много тех, у кого было очень тяжелое детство и кто поднялся из самой нищеты. Также и Рева в клипе, среди всех портье, был самым неудачником, над которым все смеялись. Изначально певец отказывается от предложения дамы в красном и сломя голову убегает из ее номера. Луиза же не отступает, повсюду преследуя артиста. При этом она постоянно делает странные движения руками. Таким образом показывается, что от общества иллюминатов отделаться не так просто. В конце пирожков забегает в ресторан, где на сцене идет шоу, а за столами сидят, судя по всему, влиятельные люди. Он останавливается на месте, а Луиза подходит к нему и целует. В этот же момент все вокруг закружилось, словно Рева переходит на другой уровень. Мы понимаем, что это был своеобразный обряд посвящения. На фоне всего этого, звучат строчки из песни «Ночь полумрак». В сердце бардак. К слову, когда эта строчка звучала перед вторым припевом, в кадре демонстрировался символ всевидящего ока. Сразу же после этого, портье резко меняется. Он стоит на сцене и танцует вместе с Луизой. Таким образом показывается, что он стал знаменит. Однако исполняемые им движения похожи на танец робота. А это значит, что теперь он подконтролен иллюминатом. Очень кстати на этом моменте смотрятся белые перчатки на руках артиста, ведь их, как известно, выдают вновь посвященным участникам тайного общества. Далее показано, как Рева в дорогом костюме идет на выход из отеля под ручку с Луизой. Теперь абсолютно очевидно, что он принял предложение и стал одним из них. Певец достает из кармана однодолларовые купюры и бросает их под ноги своим бывшим коллегам. Они же буквально кидаются подбирать их, а затем с завистью смотрит на садящегося в дорогую машину артиста. Таким образом, новый клип Ревы на песню «Тудым-сюдым» показывает не что иное, как посвящение в иллюминаты. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки! Спасибо за просмотр!